вы открываете врата ада господи блин блин ну вот вот это вот новость стефания данилова снова собирает бабло как вы видите да как прекрасно давайте блин не так бомбит от всего этого меня просто бомбит я так никогда в жизни не бомбила ладно 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 стефаня данилов собирает бабло на свою кандидатскую она и так бездарный ученый почитайте ее статьи это детский сайт это хуже первого статьи уровня хуже первокурсников она плохо пишет статьи но не умеет выбирать тему не умеет выбирать название она не может вообще сформулировать мысль адекватно эти какой она ученый боже мой собирает бабки да собирает бабки но мы обсудим именно вот это вот момент в конце видео просто вы понимаете в чем проблема все современные поэты по большей части известны они попрошайки как бы люди они стоят вот так вот с ручкой протянут дайте мне денег дайте мне денег у меня родители болеют ой-ой-ой болеют я я хуево пишу ну дайте мне денег пожалуйста ну нормально 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 тетя инвалид дайте мне денег они мне не помогут вылечиться но зато у меня будет много денег вот вот шикарно шикарно устроились не знаю ли какая-нибудь как ее там зовут шибеева у меня гепрессия не нужно вылечиться дайте мне денег блин вся суть современной поэзии в этом и это отвратительно давайте разберем вообще историю историю попрошайничество в поэзии все началось с известные поэтессы такой современный ну не очень известный по стране со стефани арчи там она так себе зовется на стефания ли гевара ли гевара да не знаю год вроде как назад мы с дмитрием моим другом обнаружили что группу ли гевары закрыли группу со сбором она у него инвалидная собственно она колясочница и ее группу к сожалению закрыли по неким причинам вот они создали вторую группу которая уже называется орден ли гевароносов но ничего запрашивать никаких денег там собирать им нельзя потому что вк забанит тогда и эту группу и саму ли гевару а вот такая неприятная для ли гевары непосредственная история но мы решили с дмитрием разобраться ну собственно вот почему почему вы просто забанили группу а первое с чем мы столкнулись это просто невероятная грубость подписчиков любые вопросы любые какие-то комментарии любые какие-то попытки в общем-то комментировать то что мы там увидели не как бы закачивались колоссальной грубостью сразу просто десятки человек наваливались на нас чуть ли не материли и говорите сначала денежки положи деньги положил а потом что-то говорит шикарная логика да нет или гевара не мошенник нет нет в общем то там не только мы с дмитрием засветились там засветились люди из бнк очень такой неплохой группы которые отслеживают тактичные сборы и как раз вот ухоется тем что вот эти сборы банят туда но некоторые люди просто падают жалобы века и сборы тогда банят причем банят по веской причине без веской причины века не банит сборы вот поверьте вот вот так вот получается должна очень веская причина а какого была причина бана легевары посмотрите на эту прелесть смотрите вот она собирает деньги миллионами миллионами и 6 миллионов года надо было на лечение в центре а и вот вот что она написал это документы эти это документ расписка да 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 50 тысяч рублей на проживание в ялте 50 50 рублей на проживание в Ялте. А запрашивает она на лечение, но проживает в Ялте. В Ялте в отдельном доме, в доме с бассейном, между прочим. Да, конечно, Легеваре бассейн не нужен, но с ней проживает ее мама, которую она тоже содержит, и, вероятно, маме бассейн пригодился не единожды. Но это, в общем-то, не важно. Не важно. Вот, посмотрите, вот этот документ 50 тысяч рублей Легевара тратила в месяц на проживание в Ялте. Отлично. Отличное лечение в Ялте. Замечательно. Кроме того, она тратила деньги на такси, деньги со сбором. Она могла бы и сама, в принципе, потратить, точнее, ее мама могла бы поработать и потратить деньги на такси непосредственно для дочери. Ну, что уж там. И еще тратила деньги сейчас, если я не ошибаюсь, на массаж. Массаж тоже включен, в общем-то, в реабилитацию. Ну, то есть, неплохо, да. Можно за массаж, конечно, заплатить денег из общего фонда, но проблема заключалась в том, что Легевара не подготовила документы. Там просто такие же листики, подтверждающие, что ей делали массаж, и точно вот такой же листик с подписью распиской о том, что она ездила на такси. За это, в общем-то, ВК ее и забанил. Ну, токсичные сборы очень часто таким образом банятся, и это обычная практика. Я считаю, очень полезная, очень полезная, потому что, ну, это не дает людям попрошайничать. Кроме того, в процессе разговора с Легеварой мы, в общем-то, выяснили, что у нее нет никаких медицинских обоснований того, что ее вообще, в принципе, можно вылечить. А это значит, что вместо 6 миллионов в год она могла бы обойтись, сколько? Ну, допустим, тысячами 30, например. Просто потому, что, да, реабилитация ей в таком большом размере не нужна. А те методы, которые применялись на 6 миллион, и реабилитация не дали свои плоды, и Легевара до сих пор не ходит. А, да. А дело в том, что хороший сбор, хороший сбор, нетоксичный, он, как бы, соответствует своему назначению. Вот сказано, мы собираем на лечение такой-то болезни. А, для этого нужно предоставить документы о том, что данную болезнь можно вылечить. Для этого мы идем к врачам, а врачи нам пишут, да, эту болезнь можно вылечить, для этого нужно сделать то-то, то-то и то-то. И вот мы смотрим ценники в разных магазинах, выкладываем эти ценники, в магазинах, в смысле больницах, выкладываем эти ценники из больниц и смотрим, 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 и потом мы говорим, мне нужна вот такая вот сумма, если вы добрые люди, ну, помогите мне, Пожалуйста, да. Легевара такого не сделала, потому что ее вылечить в принципе нельзя. У нее главный тезис, Легевара будет ходить. Легевара будет ходить, Легевара будет ходить. Но никаких медицинских подтверждений тому, что она будет ходить в группе нет. Это токсичный сбор. Это определенно токсичный сбор. Там токсичная публика вас там унизит. Вас там будет просто, не знаю, банить, ненавидеть. Что бы вы там, в общем-то, не сказали. Вот просто спросите, спросите у Легевара. Зачем? Что? Почему? Когда? Зачем снимать квартиру в Ялте за 50 тысяч рублей? Да, объяснение-то, конечно, есть. Только эти объяснения не иметь никакого отношения к лечению, на который собирались вот эти деньги. Миллионами, между прочим. И не один год Легевара уже очень давно собирает деньги. И очень много пытается вылечиться. Но у нее никогда это не получается. Уже на протяжении большого количества лет. Еще Крым был не наш, а Легевара уже лечилась. Ну, это не важно. Вот, в общем-то, многие поэты, включая Стефанию Данилову, там, Мамычеву и прочих-прочих-прочих, решили помочь бедной Легеваре. И, скорее всего, с этого и началась великая история попрошайничества в поэзии. В поэзии, да. А одним из таких выдающихся попрошаек в поэзии всегда был Арчет. Арчет, да. Тоже хороший, прекрасный поэт, который пишет полную чушь. Полную чушь для тупых подростков. Вот он, вот он, собственно, и персоной. Мы разбирали его стихи. Потрясающе. Вот. В чем проблема Арчета? Арчет зарабатывает, так, по его же словам, от 70 тысяч и выше. От 70 тысяч в месяц. А в Питере, ну, такая вот медиальная зарплата, ну, около 20 тысяч, наверное. Ну, вы понимаете, да, чтобы вы представляли разницу. А какой один из главных аргументов Арчета? Ну, почему мы должны сходить на его концерты? Почему должны скинуть ему деньги и помочь ему? У него у родителей диабет. Диабет, причем, не в самой суровой стадии. Ну, плохо, плохо, неприятно, конечно. Ну, тяжело жить, конечно, Арчету с этим. Но. Но именно вот этим вот аргументом он как бы нам и говорит. Ребята, давайте-ка соберем денежки на лечение моих родителей. Да, я охеренно богат по меркам среднего русского человека. Да, мне выписывают всякие гранты. Да, у меня куча друзей достаточно зажиточных, включая Стефанию Данилову. Давайте-ка мне скинем деньги. Это всего-то чашечка кофе. Кофе, это, кстати, его коронная фраза. Ну, вы потратите там всего-то. Вы сэкономите на чашке кофе. Как бы. Ну, и все. И все будет хорошо. Арчету не придется тратить свои деньги тогда на лечение родителей. В том числе Арчет с помощью вот таких вот манипуляций, манипуляций болезнью своих родителей, в общем-то, заманивает людей на свои концерты и лекции. А лекции у него, напомню вам, не входят в его компетенцию. Поэт, он отвратительный, когда он заводит лекции о поэзии. Он просто в ней ничего сам не понимает. Говорит абсолютную чушь. А если и говорить не чушь, то его творчество просто противоречит тому, что он говорит. Пихается вообще в различные сферы. Сейчас это ораторское искусство, да. Он учит людей говорить. Ну, вы могли сами увидеть на всемирном дне поэзии, какой он оратор. А оратор, он очень дерьмовый, честно говоря. То есть Арчет лезет везде. Везде, 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 везде. В чем бы он только вот... Где он просто... Как бы вам сказать? Где он хуже всего разбирается? Вот о том он лекции и ведет, как бы. Вот, потрясающе, Арчет, спасибо тебе. И главный аргумент, почему мы должны сходить на эти лекции, это бедные родители Арчета. Очень жалко. Нет, серьезно, я, честно, соболезную. Нехорошо, что люди болеют. Ну, вот бывает, да. Но вот аргументы довольно-таки успешного, современного поэта, который, ну, сейчас, по-моему, на втором месте среди всех поэтов Питера находится. Участвует в концертах, проводит лекции. Вот деньги попрошайничает человек. Попрошайничает деньги тоже. Довольно-таки зажиточный человек. Почему? Непонятно. Непонятно, почему этот человек попрошайничает у вас деньги. Ну, ладно, у Арчета есть причина, есть веская причина, честно говоря, просить. У Ли Гевара есть веская причина просить. Ну, да, у человека довольно-таки сильно село психическое здоровье, после того, как она получила очень тяжелую травму. Она не может адекватно оценивать ситуацию, поэтому она вступает в яростные споры со всеми, кто пытается задать ей вопрос. А также она сама не может следить за своими счетами. И поэтому нередко выплывают всякие проблемы. А также, напомню, что Ли Гевара вот столько вот денежек себе скрыла на счете. Вот столько денежек, вот видите, да, полмиллиона. А на счете она, в общем, никому-то не показывала, о них не отчитывалась. И опять же, нарушила правила ВК тем самым. Нарушила правила открытого сбора тем самым. Тем самым еще раз подтвердила, что ее сбор был токсичный, что она обманывала людей. Вот этим она подтвердила. Сами прочитайте этот пост. Вот дата, вот посмотрите, зайдите на него. Вот, она все вот это вот сделала. Потом она сказала, ой, нет, у меня есть, оказывается, вот столько вот рубликов. Ну вот, бывает. Но Ли Гевара, она не может адекватно оценивать ситуацию, потому что у нее действительно на фоне травмы развиваются вот эти вот психические процессы различные, которые вредят ее психическому здоровью. Она не может адекватно оценивать ситуацию. Она может делать совершенно невероятные глупые вещи. И это, ну, в принципе, можно понять человеку. Честно, можно понять. Понять можно, простить можно, но вкладывать деньги в ее фанатичное вот это вот лечение, которое ни к чему в итоге пока что не ведет, и по меркам современной медицины пока не приведет. Пока нет таких средств, к сожалению, которые могли бы ее вылечить. И поэтому любой сбор, который организует Ли Гевара, это просто трата денег, к сожалению. Вот, вот, к сожалению, это так. Вот, очень жалко, очень жалко, что это так, но вот, к сожалению, это так. И почти все врачи, на которых Ли Гевара ругаются, все русские врачи, которые говорят, нет, Ли Гевара, это не вылечить. Она на них тоже всех ругается, у нас ужасная русская медицина, все отстой, все ужасно, и все, кто говорят, что меня не вылечить, они все ублюдки, они все докхантеры, они меня ненавидят, они меня преследуют. Нет, это не так. Ну, просто человек не может адекватно оценивать ситуацию. Ну, Арчет может адекватно оценивать ситуацию, но он просто предпочитает попрошайничать. Но, с другой стороны, у него есть оправдание в виде действительно больных родителей. Ну, тоже неприятная ситуация, конечно. И хотелось бы пожелать Арчету, чтобы его родители выздоровели, чтобы он больше не попрошайничал. Вот, пожалуйста, Господь, не знаю, Вишну, Шива, кто угодно, пусть родители Арчета выздоровеют, чтобы он больше не мог использовать их имена в качестве, в общем-то, непосредственно... Ну, чтобы он не мог использовать их имена для пиара собственной деятельности. Напомню, что Арчет недавно отыскал некого бездарного поэта старенького. Вот-вот-вот поэт старенький. Стоит в метро. Стихи посредственные. Стихи пятиклассника, честно говоря. Очень примитивно. Честно говоря... Честно говоря, очень-очень мне это не нравится, да. Сейчас, простите. Ах, как я ненавижу эту фигню, всё. В общем-то... Блин, 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 блин. Давайте-ка Диме пошлём, пусть посмотрит. Я не знаю, зачем я это сделал. Я не знаю, что делать сейчас. А, ну, в общем, вы понимаете, всё это очень и очень нехорошо. Ладно, сейчас исправим эту ситуацию. В общем, Арчет пиарит вот того дедулю. Этот дедуля пишет очень посредственные стихи. Многие такие писали там в шестом классе, в седьмом. Но пишет лучше, Арчета ровнее. Это точно, да, действительно. Но интереса никакого этот человек, ну, к сожалению, не представляет для поэзии. Вот так вот. Вот так вот сложилось. Вот так вот нехорошо получилось, что есть люди, которые плохо пишут стихи. Но Арчет, будучи благородным, добрым рыцарем-самаритянином, пытается помочь этому дедушке. И, вы не поверите, он не просто организует сбор, сбор на то, чтобы вот этого прекрасного человека... Вот, да. Человек может быть действительно добрый, хороший, прекрасный, но стихи пишут плохие, к сожалению. Вот. Так вот, собирает вот эту трондыграмотную поэзию, он его называет. Устраивает сбор. Плюс ко всему, он помогает этому дедулю пропиариться, договариваться по своим связям, чтобы его напечатали в сборниках, чтобы он такой, все хорошо, чтобы было, чтобы все прекрасно у этого дедушки. Проблема в том, что в России колоссальное количество таких вот поэтов, пожилых, молодых, взрослых, на которых всем, ну, просто наплевать. В отличие вот от того дедуля, которому помог Арчет, таких поэтов огромное количество, колоссальное, и никто им не поможет, даже если они пишут очень хорошие тексты, очень интересные тексты и заслуживающие внимания. Арчет, и, к сожалению, не оценят хорошие тексты, потому что он сам не знает, как писать хорошие тексты. Арчет бездарен. Арчет глуп. И Арчет, в общем-то, да. Опять же, помогает человеку просто из-за глупой выборочной морали. Ну, это, это ему вряд ли даже поможет. Ну, бывает. Тяжело, тяжело смириться с этим, но это так. Движемся дальше. Наш, наш карнавал эволюции «Попрошай их» продолжается. Полина Шибеева. Стихи, проза и прочее дерьмо. Сос читать до конца. В общем, да. Полина Шибеева просит вас подписаться на ее страничке на Рифма.ком. А почему она просит это сделать? Почему? Почему, почему, почему? Ну, вот, вот, все, эксклюзивный контент. Наверное, обнаженные фотографии Полины Шибеевой там будут. Хотя мы и так все их видели. Ну, что уж, скажите спасибо за тексты, там, бла-бла-бла. Но, вот, причина-то. Мне прописали дорогостоящий курс лечения от депрессии, в скобочках. Да, она существует. И мне действительно нужно прийти в себя, чтобы не закончить, как некоторые мои любимые авторы. А поэтому, друзья, подпишитесь на нее платно. А еще лучше, скиньте ей денежки по реквизитам. Вот, вот, поэтому, да, ведь депрессия, депрессия же, понимаете, у человека довольно-таки зажиточная. У человека, который продает свои сборники за 800 рублей, иншаллах, господи, 800 рублей за такую книжечку, за которую 200 грех попросить. Ну, боже мой. Это просто, это неприлично. Это неприлично, боже мой. Ну, вот, просить такие деньги за тупой сборник, за такой, такой гадкий, такой противный, такой, не знаю, такой маленький, такой, у него бумага вот эта вот дурацкая. Все, все, обложка мягкая, понимаете. Просить за этот сборник 800 рублей, а потом попрошайничать деньги в интернетах. И опять сейчас давайте, нет, давайте все-таки, нет, Стефаня Данилова чуть позже. Давайте посмотрим аргументацию. Аргументацию-то главное посмотреть. Это эквивалентно одной чашке кофе. Кофе, вам нужно кофе, понимаете. Арчат, блин, зачем ты утравил людей этой убогой фразой? Это тоже неприлично, боже мой, это так ужасно. Ах, господи. Да, вот про старичка, вернемся к старичку, поскочим по темам, вернемся к старичку и почитаем его стихи, пожалуйста. Ну, чтобы убедились, что поэт этот, вот его денежки, вот его карточка, конечно. Давайте собирать всем людям на лечение выборочно вот таким вот образом. Это, конечно, сделает мир намного лучше. Ага, Кипри, вот сейчас мне нравится стих про Турнадо, День памяти отца. Моему внуку пишет стих, очень важно нам прочитать. Ирисы. Остановитесь, ирисы цветут, остановитесь, очутите лето. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ну, господи, какая прелесть, и как это, как плевать на вот то, что он написал, вы понимаете? Ну, просто, ну, ла-ла. Это писали миллиарды раз. Миллиарды. К сожалению, это очень тоже тяжело. Березы. Ой, березы. Есенин уже написал столько про березы, что тошнит от этих берез. Раздумья. Улетают года. В никуда. В бесконечность. В необъятность вселенной. Ну, наивности. Боже, человеку как будто бы шесть лет. Это неинтересное произведение, к сожалению. Ну, к сожалению, не дошел Арчет интересного автора. Ну, вот, 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 вот. Можете все это прочитать. Можете остановить и прочитать каждый стиль. Вы не найдете здесь ничего заслуживающего внимания. Арчет пиарит вот этого дедушку. Конечно, жалко, что бедный старик стоит в метро и пытается торговать своей книжкой. А зябшее лето. Но книжка, книжка, к сожалению, не конкурентно способна на современном поэтическом рынке. Вот, к сожалению, нет. К сожалению, она неинтересна. Она, она никакая. Вот ему бы в стол писать и наслаждаться своим творчеством, но нет. Он пытается вылезти из ямы. И еще Арчет ему помогает. Печальная история. Печальная. И опять же, сборы, деньги, попрошайничество. Ну, классика. И теперь самый сок финал Стефания Данилова. Знаете, что скажу? Что моя кандидатская диссертация с занятостью 24 на 7 самостоятельной оплатой взносов на конференции. Напомню вам, что конференции не все требуют оплаты взносов. То есть, да. Ну, пофигу. Стефания Данилова ходит только на оплачиваемые конференции. Необходимостью оплачивать дорогу оппонентам. Кстати, в СПБГУ не обязательно защищаться, если что. Ха-ха-ха. Тогда и не надо оплачивать дорогу оппонентам. Ну, ладно, тоже Стефания Данилова, ну, не по средствам, но она хочет оплатить дорогу оппонентам. И финальный банкет, на котором нужно копить уже сейчас. Напомню вам, что... А, в СПБГУ сейчас такие правила, ну, что там не требуется большое количество присутствующих на защите. Да. И банкет, как следствие, не такой уж и дорогой. А как быть, да? Данила копит на банкет на 5 человек? Ха-ха. Ладно, ребят, в общем, я защищался в совете, в котором было... Так, сколько там было? 24 человека, плюс гости, плюс научный руководитель, плюс я, плюс приглашенные тоже люди. И это... Ну, в итоге 300 тысяч за него затратил. Вот именно на банкет. 30 человек и плюс, еще плюс-минус, да, 30 тысяч. Учитывайте, как бы, это. 5 человек сбор. Сбор денежек. Сбор у лохов денег. Это, серьезно, это все очень смешно. А, при том, давайте заметим, что вообще очень хорошая такая значительная статья расходов для большинства аспирантов. Это плата за статьи. А, статья ВАГ стоит 10 тысяч, статья Скопус уже, это уже повыше, стоит 20 тысяч. У Стефани Данилова есть и те, и те, и как я понимаю, она пропечатала их бесплатно по связям и написала их крайне плохо. Мы все их читали. Это не наука. Это вообще какая-то херня просто. Это даже, не знаю, публицистикой не назвать. Это так убого, что, ну, блин, это даже журналистской работой назвать нельзя. Так вот, в чем суть? Фатально несовместимо ни с чем еще. Ни с тусами, ни с турами, ни со здоровым сном. И я тут трижды не жалуюсь. Не жалуется она. Пропустим всю скобку. Все, что я теперь делаю по сердцу и по любви. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Продолжаем. Буч поет. Остается только любовь. Я не умею петь. Говорю. Остается только донат. Только донат. Если бы каждый из читателей этого паблика донатил мне 1 рубль ежемесячно, мне не пришлось бы задумываться о том, как жить далее. Книжки, к сожалению, закончились. Ну, то есть она даже продает свои книжки. Ну, прикольно. Средств на допечатку нет. Кто хочет помочь с этим, будет внесен сам в книге. На-на-на-на-на-на. Флешки, мерчи, шмерчи. Продолжаем. Ну, вот, короче, да, ребят. Карта Сбербанка. Кладите мне деньги. Потому что я хочу устроить хороший банкет. Потому что я хочу посещать конференции, где имеется оплата взносов. Обязательно только эти конференции. Потому что я хочу оплатить дорогу оппонентам. Хотя можно этого не делать, понимаете? Вот почему. Кстати, еще не только дорогу придется оплатить оппонентам, если они из других городов и из других стран. Ой, Данилова, да, если ты будешь защищаться по правилам СПБГУ, то тебе придется оплатить им еще и жилье. Как весело, как хорошо. Ну, ты сама выбрала этот путь. Да, есть кредиты, если что. Плюс недавно Стефаня Данилова выиграла грант на 800 тысяч рублей. Данилова нередко выигрывает гранты вообще в принципе, участвует в огромном количестве конкурсов. Денег у нее достаточно, поверьте, друзья, денег у нее предостаточно. Недавно продала вместе с мамкой квартиру. За сколько, за 6, за 9 миллионов, я что-то тоже не помню здесь, это даже в принципе не важно, понимаете. Я защищался, да, я защищался, я кредит взял, ну, что делать, взял кредит. Я не понимаю, вот это вот, вот прям вот вообще это добивает. Ладно, 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 стародукция, инвалидность, действительно, девочка реально верит, что сейчас ее каким-то образом можно поднять на ноги. Ну, может быть, в будущем будут какие-то открытия, которые смогли бы его поднять на ноги, тогда бы и собирала деньги. Сейчас ей нужно собирать деньги на реабилитацию. Она этого не понимает, она не хочет этого принимать, и это тоже психологически все понятно. У Арчета болеют родители, это тоже понятно, почему он попрошайничает, ну, можно простить. Это нехорошо с точки зрения поэзии, это вредно для поэзии, когда вот поэты таким дерьмом занимаются, ну, когда пытаются надавить на жалость, когда пытаются показать, ну, вот мы инвалиды, вот у нас родители инвалиды. Ну, это неприятно, это нехорошо именно для поэзии, это снижает качество поэзии, это профессионализм просто снижает. Когда попрошайничество везде вот, везде просто обитает вот это вот. Ну, вот Стефания Данилова, она просто забивает крышку в груб поэзии окончательно. Я просто, я не знаю, что с этим делать. Огромное количество аспирантов, огромное количество студентов, которые значительно беднее Стефании Даниловой защищаются по своим средствам. Если своих средств нет, они просто не защищаются. Ну, просто не защищаются. Тем более, Стефания Данилова не какой-то там большой ученый, у которого есть интересная тема, которую она действительно хочет развивать, и которую она, главное, может развивать. Нет, Стефания Данилова просто попсовая телка, которая поступила в аспирантуру чудом, и которая, в общем-то, вот вам выдает просьбы о донатах. Она плохой ученый, ну, почитайте ее статьи, это никуда не годится. Вот почитайте, сами почитайте статьи Стефании Даниловой, научные. Это не научные статьи, друзья. Это совершенно не научные статьи. Это отвратительно. Все, все вот это вот отвратительно. Фух, как меня бомбит все еще, честно говоря, меня очень сильно бомбит. Я даже остановиться не могу. Ну, ладно, дедок, да, дедок, дедка жалко, да, дедка жалко. Проявим к нему выборочную мораль, Арчет, проявим. Забьем на миллиарды, ладно, на тысячи дедков других, которые тоже пишут стихи намного лучше этого. Забьем на них, насрать, пусть там, не знаю, все в метро сдохнут, но этот не сдохнет. Ну, плевать, да, Арчет, плевать. Вот, ну, проверим выборочную мораль, пропиаримся на старичке и нормально. Ну, вот это вот, вот это вот просто, не знаю, это за гранью, это за гранью всяких возможностей. Это настолько адски. Ладно, даже, ладно, забьем на вот-вот-вот Полину Шибееву. Ну, забьем, ну да. Ну, рифмаком, ну, подпишитесь, чашечка кофе. Да, потому что мне нужно вылечиться от депрессии. Потому что у меня опять психические проблемы. У всех психические проблемы у этих поэтиков, понимаете. О, еще, помню, Долгарева просила денежки на лечение тоже от депрессии, если я не ошибаюсь. У него тоже психические проблемы после Донбасса были. Все эти гады попрошайничают, все эти попрошайки вот с ручками вот так стоят, дайте нам денег, дайте нам денег, дайте нам денег. Но они, они богаче вас намного. Они намного богаче большей части своей публики. Они популярны, они известны, они могут выступать, они могут получать гранты, которые они могут, между прочим, пилить, как им захочется. Они продают квартиры в центре, там, в Питере, или не в центре Питера, где угодно. Они все, что угодно делают. В общем-то, да. И этим, в общем, легко понять, что это не какие-то там бедные, задрипанные студенты, какие-то бедные, бедные, бедные люди. Какой-то бедный арчет, который сам бы мог просто заплатить тому старичку, чтобы он не побирал. Ну что, жалость, выброшу мораль, заплати, дед, заплати. Зачем ты уговариваешь своих без того тупых подписчиков платить за абсолютно бездарные стихи? Я не понимаю. Это отвратительно, все это отвратительно. Конечно, все люди, многие люди, которые просмотрят вот это видео, они скажут, что это я, я в чем-то виноват. Ну, ребят, ребят, Регевара ведет токсичный сбор. Токсичный сбор, который можно, ну, который надо изменить. Да, на реабилитацию и собирать значительно меньше денег. Вот тогда бы она вела нормальный сбор. И никаких бы жалоб не было в контакте. И все было бы хорошо. И не жила бы она в Ялте за 50 тысяч рублей. Нет. Но тогда бы все было правильно. Все было бы по закону, так скажем, по такому негласному контактовству. Ну, к сожалению, здесь забанили за такое попрошайничество. Ну, бывает. Арчет, Арчет, по-хорошему, да. Не должен был бы созывать людей на свои мероприятия с помощью родителей. Бедные родители, бедный диабет, да. Вот он набросился на них, убивает бедных. Что же делать-то? Давайте приходите на мероприятие. И вот мой Яндекс.Кошелек, моя карта Сбера. Платите мне, ребят, деньги. Деньги мне платите, а, как бы. Вот, вот оно все. Понимаете? Попрошайки. Попрошайки. Причем очень зажиточные попрошайки. Очень зажиточные попрошайки. Невероятно зажиточные попрошайки. У которых есть колоссальное количество способов заработать деньги. У которых сборники покупают, между прочим. Которые стоят по 800 рублей. Меня бомбит. Меня очень сильно бомбит. Вот от этого меня бомбит сильнее всего, потому что это, ну, вершина тупости. Ладно, вершина тупости была, когда Стефаня Данилова собирала на приют для сырков. Ладно. Хорошо. Вот это вершина тупости была, да. Соглашусь. Но вот это тоже, это ужасно. Это отвратительно. Восьмикратно с вами прощаюсь. Я в шоке просто. В шоке. Я 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 в шоке. Субтитры создавал DimaTorzok